Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы проводим осмотр дворовой территории с целью выявления дефектов на территории. Перед субботниками в Люберцах прошла проверка дворовых территорий. Хорошо зарекомендовавший себя производитель уникального оборудования. Владимир Волков посетил с рабочим визитом производителя вентиляционного оборудования. Мы должны эту тему популяризировать, и дальше я думаю, что эта акция будет поддержана. На территории округа состоялась акция «Подари дом птицы». Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Всякое бывает. Я даже в шоке был, когда наш забил. О том, как прошли финальные игры детской футбольной лиги, смотрите в конце выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2100 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, 23 раскрыто по горячим следам. За отчётный период произошло 293 ДТП, трое пострадавших. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. Работы по очистке проезжих частей и тротуаров проводят каждый день. Ежедневно очищаются 93 километра автомобильных дорог и 84 километра тротуаров. Выполнялись работы по очистке прибордюрной части дороги по улицам Смирновская и Комсомольский проспект. Проводились работы по очистке 120 остановочных павильонов и площадок вдоль дорог. В этом году в округе капитально отремонтируют 141 подъезд и 61 МКД. В 38 домах заменят кровлю, обновят 17 фасадов, отремонтируют фундаменты, подвалы и внутренние инженерные сети. На территории округа установлено более 11 тысяч видеокамер. Большинство подключено к системе «Безопасный регион». Это единая система видеонаблюдения Московской области, созданная решением губернатора Московской области в целях обеспечения общественной безопасности. Наш округ – лидер по количеству подключенных видеокамер к системе в Московской области. Видеокамеры системы установлены в социальных объектах, в местах массового скопления людей, такие как парки, скверы, на объектах транспортной инфраструктуры, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов. На совещании обсудили вопрос содержания дворовых территорий, уборки мусора, ямочный ремонт дорог. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие дворы стали объектом внимания главного управления содержания территорий Московской области. Совместно с представителями администрации и управляющих компаний инспекторы оценили состояние детских и спортивных площадок, внутридворовых проездов и придомовых участков. Подробности в следующем сюжете. Проверка дворовых территорий началась на третьем почтовом отделении. Старт у дома номер два и далее по улице. В таком большом составе подобные рейды проходят раз в квартала. Для инспекторов ГУСТ это ежедневная работа. Мы проводим осмотр дворовой территории с целью выявления дефектов на территории. Это мусора, недостатков по детским площадкам, по контейнерным площадкам. Занесение это в СКПДИ с целью того, чтобы это быстрее устранить. Устранить недочеты должна управляющая компания. На это дается три дня. Сейчас после таяния снега работы много. Самый большой – объемы Люберецкого городского жилищного треста. В городском округе 747 дворов. 334 из них под ведомством ЛГЖТ. Сегодня мы находимся на территории Хлебозаводской проезд, дом 6. Как мы видим, что содержание детских игровых площадок, дворовых территорий в нормативном состоянии. Я сегодня хотел бы обратиться к жителям, что сегодня ряд управляющих компаний 27, которые работают на нас по территории городского округа Люберца, к 15 апрелю приведут дворовые территории, детские игровые площадки, спортивные игровые площадки в надлежащее состояние. В апреле в Люберцах стартует месячник по благоустройству. В городском округе пройдет серия субботников. Коллективы предприятий и учреждений совместно с жителями помогут провести традиционную весеннюю уборку и привести в порядок дворы после затяжной зимы. С 2014 года в Люберцах реализуется региональная программа «Чистая вода». Она направлена на то, чтобы обеспечивать жителей качественной питьевой водой. Для этого в Люберцах строят новые водозаборные станции, а также ремонтируют уже существующие объекты. Масштабная реконструкция проходит на ВЗУ «Любэнергоснаб», расположенного на улице поселка Калинина. Там работала наша съемочная группа. Этот водозаборный узел построен в 1974 году. За полувековую историю здесь проводили только плановые профилактические работы. Сейчас пришла пора для масштабного вмешательства. На данный момент работа объекта приостановлена. Завершается демонтаж помещений и конструкций. Сегодня у нас в рамках реконструкции часть здания полностью обеспечен демонтаж. Поэтому я думаю, что буквально еще неделя у нас подрядная организация завершит все демонтажные работы. И мы приступим полностью к заливке фундаментов и обустройству второй части здания. В сутки этот объект подавал 5000 кубических метров воды. После капитального ремонта объем увеличится до 7500 кубометров. Безусловно, изменения коснутся и качества главного жизненного источника. Обновляются новые скважины, которые доходят до глубины 120 метров. Устанавливается новое очистное оборудование, так называемые осмосы. У нас план модернизации наших объектов очень серьезный. В этом году мы уже открывали новую установку в поселке Октябрьский, которая позволила очистить воду. И, конечно, все объекты на территории нашего округа находятся под нашим пристальным вниманием. По графику, подрядная организация должна завершить реконструкцию к 15 ноября этого года. Но глава городского округа Люберцы поставил задачу сократить сроки и ввести ВЗУ уже в сентябре. Со следующей недели работы будут идти круглосуточно. В округе работает предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, противопожарных клапанов и решеток. С рабочим визитом посетил завод и пообщался с сотрудниками Владимир Волков. На российском рынке компания «Вентум» с 2009 года. Последние пять лет предприятие работает на территории индустриального парка «Малаховский». На заводе производят воздухораспределительные устройства, вентиляционные системы и другие металлические изделия. Продукцию используют при строительстве жилых домов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, объектов торговли. Завод активно развивается. Мы применяем полностью российское сырье. Перешли на в том числе российское оборудование. Мы развиваем как собственную продукцию, так и наши мощности. Парк станков у нас также увеличивается. С запуском нового оборудования производительность возрастет в два раза. Увеличится и количество рабочих мест. Заказов много. Завод работает в две смены. В месяц на предприятии изготавливают до 30 тысяч квадратных метров вентиляционной продукции и более 7 тысяч взрывозащищенных противопожарных клапанов. Хорошо зарекомендовавший себя производитель уникального оборудования, конечно же, наша задача этот объем увеличить. За счет наших возможностей у нас округ развивается. Стараемся создать лучшие условия для того, чтобы к нам приходили, для того, чтобы предприятия на территории нашего округа открывались, развивались. Для нас, в первую очередь, это рабочие места, налоги и, конечно же, имя. Изделия, которые здесь изготавливают, пользуются спросом по всей России, в Республике Беларусь и Казахстане. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ. В начале апреля во всем мире отмечают День интернета. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Эту дату отмечают не только пользователи всемирной паутины, но и люди, которые работают в интернет-индустрии. Наш следующий сюжет о работе провайдера в городском округе Люберцы – компания «Нью Лайм». Стабильный и качественный интернет сегодня нужен везде – и в жилом доме, и в торговом центре, и на каждом предприятии. Уже более пяти лет на территории городского округа Люберцы работает компания «Нью Лайм», которая обеспечивает бесперебойную связь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Готовы работать и в снег, и в грязь, и в дождик. Оказываем также помощь при обращении гражданам. Можем подключить любые виды услуг. Круглосуточная техническая поддержка – не единственное отличие компании от других провайдеров. Своим абонентам, а их более пяти тысяч, «Нью Лайм» предлагает выгодные акции и широкую линейку тарифных предложений по двум позициям – интернет и цифровое телевидение. Быстро реагируем на любую неисправность ситуации у абонента. Даже настройок роутера мы, в принципе, решаем всё удалённо. И сотрудники у нас высококвалифицированные, обученные. Подключение осуществляем быстро, день-день, точно в срок. Для того, чтобы стать абонентом «Нью Лайм», достаточно позвонить в колл-центр или оставить заявку на официальном сайте. Всё остальное сделают профессионалы. В Международный день супа студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина проявили мастерство в соревнованиях по приготовлению сибирского борща. Рецепт записал и наш корреспондент, пока наблюдал за ходом соревнований. Команды необычные. Студенты-повара и люберецкие депутаты. Ингредиенты одинаковые. Время тоже. На всё про всё 60 минут. Мы довольно-таки часто участвуем в различных конкурсах, которые организует администрация города Люберец. Очень часто взаимодействуем и по другим мероприятиям с администрацией. Одно дело, когда ребята просто готовят для себя или внутри своей группы они смотрят. И другое дело, когда они выносят на суд зрителя то, что они приготовили. Площадку для проведения конкурса в очередной раз предоставила компания по производству профессионального кухонного оборудования от Эси. Студенты могут на практике посмотреть, как это работает, какие технологические принципы, как всё это взаимодействует на уровне производства. Мы провели экскурсию, показали, как всё это работает изнутри. Теперь они лучше понимают, как готовят профессионалы на профессиональной кухне. Это незабываемый для них опыт. Участники проявили свои навыки и умения в приготовлении мяса, нарезке и пассеровке овощей. Результат себя оправдал. Борщ уже готов. Приготовили вместе с депутатами. Получилось всё вкусно. Мы уже попробовали. Вместе с тарелочкой сибирского борща к столу подали ароматные помпушки с чесноком. Студенты их приготовили тоже своими руками. По результатам конкурса победителем стал борщ. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 6 апреля работники следственных подразделений МВД России отметили профессиональный праздник. В 60 лет органы юстиции стоят на страже законности. Ведомство претерпело множество преобразований, но одно осталось неизменным – любовь сотрудников к выбранной профессии. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Любовь Лазарева работает в следственных органах три года. Расследовала разного рода преступления, порой весьма запутанные. Но старшему лейтенанту юстиции всегда удается докопаться до истины и вывести преступника на чистую воду. Первые года, наверное, все дела оказались боевым крещением, потому что они были разносторонние. Это были как кражи каких-либо предметов, это были квартирные кражи, это были хищения с расчетных счетов. Использованы поддельные денежные купюры, направлялись. На счету Любови Лазаревой сотни раскрытых и расследованных дел, в основном экономического характера. Незаконное получение кредита, хищение криптовалюты, реализация спиртсодержащей продукции, коррупционные преступления. Ты сидишь, расследуешь, добиваешься истины и по итогу получаешь тот результат, который должен быть на выходе. Часто используем, наверное, подчерковеческие экспертизы, все-таки технико-криминалистические. Это если у нас присутствуют акцизные марки на товарах, либо изымаются акцизные марки. Бухгалтерские экспертизы по выпискам, по организациям, по незаконным каким-либо денежным средствам, выплатам и так далее. Следователь не работает в одиночку. В его команде оперативный сотрудник полиции и эксперт-криминалист. В ходе допроса он нам дает показания о том, что он работает в данной организации, откуда не изъяты кучи документов. Нам с тобой нужно будет выписать постановление о производстве обыска и съездить, соответственно, на обыск с целью изъятия всех документов, которые имеют значение по делу. Чтобы предотвратить смежность допросов, громкие экономические преступления расследуют одновременно несколько следователей. Если у нас большой ряд обвиняемых, в количестве от двух и более, как можно быстрее провести следственные действия до периода ночного времени. Нужно провести все необходимые следственные действия, направление и избрание мероприятия всем обвиняемым. Работа следователя не прерывается ни в выходные, ни в праздники. А в будний трудовой день может затянуться до полуночи. Каждой своей коллеге я бы пожелала терпения все-таки, здоровья, что сейчас немаловажно, и оставаться при любых ситуациях с человеком. Думать и все-таки делать то, что нам предписано законом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе завершила работу первая смена школы молодежного актива на взлет. В течение трех дней люберецкие старшеклассники и студенты работали над созданием проектов. Лучшие из них будут реализованы в Люберцах. Ребята, общайтесь, впитывайте все самое лучшее, давайте обратную связь. Конечно, это первый такой наш опыт. На наш взгляд общий он удался. Всем участникам желают только позитивного настроения, находить новых друзей, обмениваться опытом. И, конечно, двигаться вперед и побеждать. Молодежный проект объединил самых активных – по четыре представителя от каждого образовательного учреждения. В первый день разбились на команды по четырем направлениям – волонтерство, арт-пространство, патриотика и медиа. Мы занимаемся разработкой приоритетных для нашего города проектов. И на данный момент мы разрабатываем проект молодежного центра. Как молодежь мы тоже видим те проблемы и те приоритеты, которые мы для себя хотим расставить. И как раз именно те приоритеты и цели, которые мы можем достичь, мы сможем их реализовать в молодежном центре. Проекты создавали под руководством наставников. В качестве экспертов выступили специалисты Федерального агентства по делам молодежи, журналисты, общественные деятели, лидеры молодежных движений России. Когда идет прямой диалог с ребятами, прямой диалог с молодежью, это всегда очень здорово. Есть ребята, которые действительно зажглись. И причем видно, самая главная задача, я думаю, этого формы выполнена. Появляются улыбки, появляются заинтересованности. Вот это, наверное, главное. Но что будет дальше, зависит только от них. В Люберцах часто проводят семинары, на которых молодежь генерирует и притворяет в жизнь свои идеи. Но с привлечением региональных и федеральных спикеров впервые. Мы не ожидали такого количества идей. Мы не ожидали такого количества бурных обсуждений. Наша самая большая сверхзадача – это, если они потом в свои образовательные учреждения перенесут те наработки, те навыки, те знания, которые они получили здесь, на площадках форума, и будут внедрять их там, собирать свои такие же команды и реализовывать там проекты. Первую смену школы молодежного актива провели в рамках подготовки к празднованию «Четырехсотлетие Люберец», тематические лекции и мастер-классы, квест-игра по краеведению. Я хочу, чтобы было больше таких проектов, где я была заинтересована и заучаствована, задействована на молодежь, потому что это новые мысли. Каждый проект, который сегодня ребята представили, он имеет место жить. Они очень современные, креативные и с душой. Те наработки, которые сегодня ребята представили, они будут исполняться в поручениях по отраслям, к которым они относятся. Все проекты получили положительную оценку экспертов. Семинары в таком формате будут проводить в Люберцах ежегодно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Городской округ Люберца – участник федерального проекта «Росмолодежи. Диалог на равных». Студенты высших и средних образовательных учреждений встречаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. На этот раз историей своей жизни и творчества с Люберецкой молодежью поделилась актриса театра и кино Юлия Куварзина. Ты посмотри на себя, какая ты артистка. Кого ты будешь играть? Бабу и Ку будешь играть? Тебя отправят куда-нибудь там, в Магадан. Ты будешь жить в общежитии, играть в ДК, бабу и Ку. Пример того, как нужно идти к своей цели и мечте. О профессии актрисы Юлия Куварзина мечтала с детства. Но девочку все время отговаривала мама. Порой даже обидные слова не сломали ее желание, а скорее наоборот, только укрепили его. Я вот так вот ревела, засыпала, плакала. А потом просыпалась, смотрела в окно и говорила, «Господи, я буду играть в Бабу и Ку. Я буду жить в общежитии с клопами, играть в ДК». То есть мне было море по колено. Беседовать с такой большой молодежной аудиторией российской актрисе не впервой. До того, как стать популярной, звезда сериала «Воронины» работала учителем. К тому же она сама мама дочери подростка. Поэтому проект «Диалог на равных» интересен как студентам, так и ей самой. Я люблю детей. Мне где-то кажется, что я сама еще где-то в глубине души, несмотря на преклонные годы и закрашивание седины. Все равно еще очень такой, ну как многие большинство артистов, ребенок. Приехала, вообще посмотрела на Люберца каким-то тоже новым таким взглядом. Хотя я много раз, конечно, была здесь. Но я в каком-то потрясении, что здесь такая жизнь, она кипит столько много молодых, красивых, замечательных людей, женщин, профессионалов. Знаменитую гостью поприветствовал первый заместитель главы городского округа Люберца Илья Матавилов. У каждого, кто пришел на встречу, было возможно и задать свой вопрос актрисе. Это уже вторая, но далеко не последняя беседа люберецкой молодежи с известными спикерами. В год 400-летия Люберец в свет вышла еще одна книга, рассказывающая о богатой истории городского округа. Она посвящена поселку Томилино, его достопримечательностям и людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие родного края. Автор книги Любовь Литайкина принимала поздравления с днем рождения. В гостях у именинницы побывали и мы. В свой праздник Любовь Литайкина на работе в родной Томилинской библиотеке имени Есенина. Здесь она трудится с 1982 года. За это время сменила несколько должностей. Была заведующей и директором учреждения. Знает своих читателей и каждую книгу. К истокам Томилинского края особенно. Она и автор, и главный идейный вдохновитель. Созданию этой книги, где отражена история поселка с момента его основания до сегодняшних дней, Любовь Ивановна посвятила больше 40 лет. Клавдий Николаевич, это основатель нашего поселка, умер 4 апреля 1947 года. А я родилась 4 апреля. Вот такая игра какая-то. Кому-то знаете, как Клавдий Николаевич посылает меня, как бы, давай работай, чтобы люди знали и читали. В этот день библиотека наполнилась цветами, подарками и теплыми словами в адрес именинницы. Поздравить Любовь Литайкину пришли не только читатели и друзья, но и представители Совета депутатов. Самое доброе пожелание, у вас сегодня день рождения? Да. Именно, дай Бог вам здоровья, мы рады вас видеть. И искренне желаю вам в такой форме, как можно дольше. Народные избранники вручили Любовь Ивановне почётную грамоту Совета депутатов городского округа Люберцы. Поздравить виновницу торжества пришли также коллеги из структурных подразделений Центральной библиотеки имени Есенина. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Более сотен скворечников ежегодно развешивают жители округа с наступлением весны. Именно в это время из тёплых краёв возвращаются пернатые. Как помогают птицам обустроиться в Люберцах, расскажет наш корреспондент. В преддверии Международного дня птиц экологическую акцию «Подарим дом птицы» провели в Центральном парке. К ней присоединились люберецкие депутаты-единороссы. Мы все с детства помним, по весне такие скворечники мы всегда где-то вешали. И суть в том, что вот эти традиции, они должны передаваться. Поэтому мы с вами задача сегодня, чтобы это ушло в школы, в молодёжь. Считаю, что мы должны эту тему популяризировать. И дальше, я думаю, что эта акция будет поддержана. Скворечники вешают на высоту от 2,5 до 3 метров. Отверстия для влёта птиц направляют на восток или юго-восток. Так происходит защита от холодного ветра, и пернатам будет комфортно в них жить. Ну, это у нас добрая весенняя традиция наших членов и соратников партии. Скажем так, немножко с юмором. Муниципальная программа «Доступное жильё» для наших пернатых гостей, которые прилетают к нам каждую весну. У каждой школы должно быть задание. И закреплён какой-то конкретный участок для того, чтобы их скворечники были повешены на той или иной территории. Они за ними следили. Акцию «Подарим дом птицы» проведут на территории всего округа. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе впервые состоялся чемпионат по банному мастерству. Жаркие состязания прошли в курортно-оздоровительном центре «Богатырь». Особенности проведения конкурса узнали мои коллеги. В банном чемпионате соревновались 11 команд. На выступление каждого участника не более получаса. За это время он должен подготовить парную и показать своё умение парить. Самый главный критерий при парении, когда человек выходит и говорит, я ещё приду, я вообще в жизни так ни разу не парился. За процессом парения судьи, как и зрители, наблюдали по видеотрансляции. Критериев для оценки мастерства несколько десятков. От способов создания тепла до мер безопасности. В первую очередь оцениваются ошибки. Человек должен внимательным быть и должен знать, какие вещи делать нельзя. А во вторую уже оцениваются какие-то навыки и умения. Нужно быть, прежде всего, аккуратным, внимательным к модели, к человеку, который на полке. Обладать знаниями немножко физиологии, немножко ещё каких-то здоровительных практик и так далее. И тогда будут шансы стать лидером вот здесь. Я ощутила веники, я ощутила правильную процедуру. Но это просто вот сплошная оргазма. Банные чемпионаты в БКТРе будут проводить ежегодно. А 15 апреля здесь откроют первую в России школу банного парения. Дети от 6 лет и старше, по группам, работающие с вениками, работающие с техниками, работающие с тем, чтобы, во-первых, укрепить свой иммунитет, научиться работать с паром, полюбить эту философию русской бани. Мы же хотим вырастить крепкое, здоровое потомство нашего могучего, великого русского народа. Двери культурно-оздоровительного центра открыты для всех желающих каждый день. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На арене Дворца спорта «Триумф» прошло открытое первенство городского округа Люберцы по художественной гимнастике. Участвовали почти четыре сотни юных спортсменок из московского региона. Для люберчан эти соревнования особые. Подробнее расскажем в сюжете. Каждый год на открытое первенство по художественной гимнастике в Люберцы приезжают спортсменки из разных городов. Сегодня это Фрязина, Руза, Черноголовка и Москва. Гимнастикой девочки начинают заниматься с четырех лет. Красивый вид спорта увлекает сразу. Я просто попросила маму пойти на гимнастику и потом мне стала нравиться гимнастика. Я сейчас с Опрочем работаю, но мне скоро будет составлять мяч. Когда вырасту, я хочу стать тренером, чтобы детей тоже было интересно заниматься спортом. Каждое выступление длилось не более полутора минут в индивидуальной программе и до двух с половиной в групповых упражнениях. Судьи оценивали творческое мастерство в движениях, артистизм и сложность программы. Для люберецких спортсменок эти соревнования отборочные. У нас будет первенство юных гимнасток Московской области 16-19 апреля в городе Ступино. И мы сейчас отбираем, одна из задач, отбираем команду для участия в первенстве Московской области. Люберцы на региональных соревнованиях представят лучшие гимнастки округа в возрасте от 5 до 12 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Завершились соревнования первой в истории Подмосковья спортивной лиги по тег-регби среди общеобразовательных школ. В финальных матчах, которые прошли во дворце спорта «Триумф», встретились сильнейшие команды региона. Матч начинается с удара по мячу из центра поля. В состав каждой команды входит от 5 до 7 игроков. Их цель – положить мяч на линию или за линию противника. Когда ты пасуешься, отбираешь тег сзади, ты можешь попасть в офсайт. И за это могут дать красную или желтую карточку. В обычном регби люди почти всегда толкаются, чтобы одобрать мяч. А тег-регби – это когда у нас висят такие длинные полосочки. И это бесконтактная игра. Каждый спортсмен перед началом игры надевает пояс с прикрепленными к нему двумя ленточками – тегами. Во время матча нельзя проводить захват, как в классическом регби. Нужно просто сорвать ленту с пояса соперника. При этом ведется борьба за мяч. Разрешается делать передачи назад и вбок. Пасовать вперед, передавать мяч из рук в руки и пинать его ногами запрещено. В классическом регби на поле найдется место для каждого. Если ты с большими габаритами, ты идешь в первую линию играешь. Если ты высокий, ты играешь столбом. Если ты маленький, ты играешь 10-9 номером, разыгрывающий и так далее. В муниципальных этапах соревнований участвовало почти 370 команд из разных городов Подмосковья. В финал, который прошел в Люберцах, вышло 19. Люберцы выбраны не случайно. Во-первых, здесь замечательный спортивный комплекс. Во-вторых, здесь очень давно развита эта история. И школьные спортивные клубы, которые есть практически в каждой школе Подмосковья, очень часто приезжают в Люберцы, чтобы обменяться опытом и провести соревнования. По результатам соревнований, люберецкая команда из 28-й школы заняла второе место. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 1 апреля завершилась финальная серия турниров детской футбольной лиги городского округа Люберцы. За заключительными матчами наблюдали мои коллеги. Здесь нет победителей и проигравших, но атмосфера на футбольном поле пропитана духом соперничества. Добиться результата помогает сплоченная командная работа. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Всякое бывает. Я даже в шоке был, когда наш забил. Игры проходили во Дворце спорта «Триумф» и в футбольных манежах «Олимп и Спартак». Крытые площадки позволяют организовать турниры в любую погоду круглый год. Сегодня снег пошел, мы играем, здесь тепло и хорошее покрытие. Сын очень доволен. Мы приезжаем из Мирного сюда играть. И спасибо всем, кто был причастен. Матчи детской футбольной лиги проводят в Люберцах каждый год. Сегодня свое мастерство показали спортсмены в возрасте от 5 до 8 лет. Такие мероприятия проводятся с целью популяризации футбола, развития во всех возрастных группах, которые еще не могут принимать участие в больших соревнованиях районного масштаба и областного. В финальных играх встретились 15 команд, которые представили разные футбольные школы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова